Друзья, всех приветствую, низкий поклон и, в общем, прекрасного дня, вечера или ночи, ну, смотря где вы живете и что у вас там происходит. У меня лично карантин продолжается, поэтому я делюсь, кстати, рецептом, который ни разу на канале не был, ни в каком виде. Это гуляш, наш традиционный русский вкусный гуляш, с макарошками, без макарошек, ну, в общем, тут как бы неважно, важно, вот, процесс. Вы сейчас, конечно, уже начнете мне тут писать, скажете, да ну, две сковородки Василий приготовил, они у меня уже греются. Наливаю масло, с маслом не гоните, будьте аккуратны. Значит, у меня одна сковородка исключительно для лука, а вторая сковородка для мяса. Вот, мясо, оно будет в эту сковородочку отправлено через некоторое время. Пока у меня сковородка для лука готова, видно, что маслица уже начинает помаленечку дымиться. Я делаю на стальной сковородке, для того, чтобы она быстро нагревалась в сталь. Лучок резко обжариваем, я его должен слегка лишь обжарить. И сню в процессе для чего. В этой сковородке у меня нагрелось масло, я сюда отправляю говядину. Но, прежде чем отправить говядину, расскажу. Я взял пашину, вот эту часть. Здесь много соединительной ткани, здесь более-менее неплохая текстура и структура мяса. А самое главное, если вы хоть чуть-чуть разбираетесь, то вы прекрасно знаете, что из пашины делают такой альтернативный стейк, который называется флейнг. Флейнг стейк делается из пашины. И поэтому здесь и немножко жирка того-сего, мясо кусок недорогой и очень хорош для гуриша. Вот смотрите, в сковородочке у меня лук подрумянился. Видите, слегка. И уже можно его отключать. Его не нужно жарить до готовности. Лук я порезал таким, знаете, средним кубиком. Здесь, в принципе, не важно, какая будет нарезка. Кто-то порежет обязательно соломкой, кто-то порежет как попало. В общем, здесь лук и нарезка лука совершенно не важна в случае гуриша. Итак, мясо. Значит, мясо, 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 мясо. Сковородка, я надеюсь, у меня раскалилась. О, отлично. Значит, что я делаю? Лайфхак, о котором я иногда говорю, но дело это редкое, многие о нем не знают. Когда я выкладываю мясо, первые две минуты я его вообще не трогаю. Для того, чтобы оно зарумянилось снизу. Ну и, конечно же, я заранее достал его из холодильника, для того, чтобы оно нагрелось при комнатной температуре. Если мясо будет теплое, оно не так быстро будет отдавать воду. Ну и, соответственно, если вы будете его сразу же мешать, мясо крадет температуру у сковородки. Сковородка понижает температуру, огни не хватает напряжения и нагрева, и мясо начинает отдавать влагу. Поэтому всегда бросили мясо, подождите пару минут, пусть оно обжарится, хотя бы с одной стороны, это уже вкусно. Значит, вот смотрите, я переворачиваю мясо, видите, такая румяная корочка у меня здесь образовалась. Вот теперь уже можно мешать. Морковку я натер на крупной терке. У меня здесь получилось где-то 700 граммов мяса, 650. 150 лука, 120 морковки. Ну, то есть, где-то половина объема от мяса у меня занимают овощи. Смотрите, в чем еще главная фишка гулеша? Сейчас мясо начнет давать влагу. Так вот, мы ни в коем случае не должны потерять эту влагу, потому что это вкус блюда. Мы сюда отправляем морковку, ну, то есть, смотрите, сложно передать, тем более, это павшина, здесь много ссоединительной ткани, и мало влаги она отдает, но мы видим, что вот она уже появляется. Значит, мы ее ловим двумя ингредиентами. Во-первых, морковка. Значит, мы морковка впитывает, она пористая, впитывает часть влаги, часть жира, подсушивает сковороду и продолжает, так сказать, помогать обжариваться мясо. Второй ингредиент, это мука. Муку где-то в районе, там, двух чайных ложек, плюс-минус, засыпаем сюда. Когда есть овощи, натертые, мясо, тогда комков никаких образовываться не будет. Сыпьте всегда в сухую сковороду. Я имею в виду, видите, у меня нет влаги. Как только будет какая-либо влага, мука сразу же будет образовывать комки. Сейчас мука распределяется по каждому кусочку и оп-оп-оп-оп, обжаривается немножко вместе с морковкой. Если бы мы все это делали вместе, лук дал бы влагу, морковь дал бы влагу, у нас получилось бы тушенка. А так мы лук слегка быстро обжарили на другой сковороде. Я понимаю, что не все кайфуют от того, что, типа, блин, мыть там вторую сковороду, ну... А вот теперь пора добавлять лучок. Пусть мясо отдает, что хочет, пусть лук дает влагу. У нас, во-первых, есть небольшое количество муки, которое в итоге нам должно загустить соус. И не хватает самого главного ингредиента. Это, конечно же, томатная паста. Вот такую вот ложечку с горкой я сюда отправляю. в серединку разгреб в ковроге освободил место для того, чтобы пасту немножко обжарить. Огонечек можно чуть медленнее, меньше, чтобы ничего не горело. Нужно обжарить слегка, обязательно. От нежаренной пасты бывает изжога. А еще нежаренная паста сырой вкус томатов дает. А вообще, конечно, гуляш это же такая, советская тема. Я помню, в детстве жил в Зеледеево. Отец у меня тогда работал директором лесопромхоза. Причем, самое удивительное, как бы это странно не звучало на сегодняшний день, но в 80-х годах, в конце 80-х, этот лесопромхоз принадлежал Таджикистану. Это был таджикский лесопромхоз. Мы там половину леса отправляли в Таджикистан. Из Таджикистана нам по дороге, на фуре приезжали всякие фрукты, овощи. Я помню, столовая такая около лесопромхоза была. Там рядышком мама работала в магазине, папа царством небесное, директор лесопромхоза был директор. То есть, мы как бы такие модные были ребята. И вот я в столовую в эту бегал по детству. Я обожрал вот эти вот какие-то простейшие гуляш. Там ведь даже не столько лука и не столько морковки было, как сейчас я щедро кладу. Тогда было побольше муки, тогда было побольше томатной пасты, воды и все вот эта тушенка такая томатная. Это я просто обожал ее. Я бегал, говорил, мама, я гуляш, пожалуй, поем в столовой. Она говорила, ты что, дома тебе жрать нечего? Грел, но ты так по-столовски вот ты так не готовишь. Это я сейчас бы наверное сказал слово. Вот ты так стрёмно по-столовски не готовишь, потому что в столовке конечно готовили ужасно, вот этот вкус советского гуляша, он его ни с чем не спутаешь. Его же охота упростить все до такой степени, чтобы просто мясо, лук, томат и мука. Все. У меня здесь есть все. Чеснок я нарезал и подготовил. Я его в конце брошу, но это для моего личного вкуса. Обязательно перец черный, молотый. Я люблю побольше, вы как хотите. обязательно соль. Я еще сюда добавляю маленький чили для остроты. Это тот самый перепири, который мне прислал подписчик с Мадагаскара. Низкий поклон, респект и уважуха. Этот перец конечно шикарен. Я его разламываю, просто бросаю и водица. Колодезная водица у меня из фильтра. Все это заливаем, температуру побольше делаем. Теперь нужно проанализировать. Пахнет вкусно, но вот зараза не по-столовски. Эх, что-то я делаю не так. То ли я делаю от души, то ли у меня знаний чуть больше, то ли ощущение меры и вкуса, меры и вкус от другие, то ли нужно быть какой-то такой, знаете, женщиной сигарету. Прима такая, без фильтра должна быть. Так, надо гуляш сварить, а то работники скоро с леса приедут, а жрать нечего, макарон наварим, наварим, опять слипнутся. Ну, а что делать, мы же вот так вот живем. Светка, давай, докурим и пошли. Эпч. и, соответственно, мешать уже гуляш там и так далее. Вот тогда, наверное, он будет получаться тот самый. Так, лаврушку забыли? Ну, то есть, не забыли, я ее планировал добавить, но только лишь уже перед тем, как лаврушечка. Вот она. Лавровый листик сюда, раз, два, один напополам будет достаточно. Мешаем, помешиваем. В зависимости от количества воды, если смотрите, быстро выкипает, можно добавить еще. Главное, удержать состояние. Нужно, чтобы лук, морковка все растомились. Мука удерживает у нас и делает наш соус густым. Ну, и нам надо хотя бы минут тридцать. Уменьшаем огонек, закрываем крышечкой и оставляем минут двадцать-тридцать, в зависимости от интенсивности пламени и от температуры, от теплопередачи сковороды. В общем, вы следите. Двадцать минут засеките. На самом маленьком огне, я сейчас переставлю на самую маленькую конфорку, оставьте, пусть это все хорошенько протомится. Как только мясо станет мягкое, вы поймете, что ура, пора все это так сказать уже завершать. Если вдруг много воды, ее всегда можно выпарить, да, а если воды в меру и соус уже густой и мясо мягкое, то оставьте как есть. Досолите, добавьте перца, а пока все тушится, можно же сварить вкусные макароны. Алиса прибежала и говорит, по запаху чувствую, что пора уже доставать. Тем более, что мясо там простояло битый час, потому что паршина, которую я купил, оказалась от какой-то особенной коровы. Я ее тушу, она не тушится. Тушу, пробую, она жесткая, пробую жесткая. В общем, пока вот мягкое не стало, я ее тушил, наверное, чуть больше час. Час точно прошу. Да, пуговка? Ты тоже хочешь гуляш? Чеснок, тут один зубчик у меня. Было два, но я один уже добавил не туда, куда надо было, в другое блюдо. Так, вот смотрите, вот получился вот такой густой соус, соответственно, мясо мягенькое, чеснок разошелся, пробуем на соль, отлично. Выключаем. Значит, пусть пока побудет здесь. Я расскажу про макароны. Никого не надо учить варить макароны. Вы это делаете прекрасно, без меня, я уверен, на 100%. У меня в этой чашке три вида макарон. Пенные, вот такие вот, из цельнозерновой муки, потом ракушки, вот такие вот, вернее, кренделечки, трубочки из обычной пшеничной твердых сортов. конечно же, мои любимые, это макароны, паста, макароны, паутинка, правильно надо говорить по-русски. Макароны, паутинка, которые готовятся, значит, вот сколько времени. Значит, большие макароны готовятся 10 минут, а маленькие 5, ну, то есть, паутинка. Наливаем много воды, добавляем соль, закидываем оба вида макаронов, которые, макарон, которые варятся 10 минут. И засекаем таймер на 5 минут. 5 минут проходит, они наполовину готовы. Засыпаете туда мелочь и варите дальше до получения, так сказать, готовности тех, тех и тех макарон. Потом я это все фильтрованное в холодной воде промываю для того, чтобы остановить процесс приготовления. Растапливаю немножко сливочного масла с растительным, добавляю сюда, перемешиваю, чтобы они не слипались. Они все равно чуть-чуть слипаются, но это потому, что масло сливочное деревенеет. Так вот, в чем смысл этого гениального хода? Значит, во-первых, у вас в тарелке будет три вида макарон, что я разговариваю, мне же их нужно прогреть. Ставлю на огонек, прогреваю, наслабенько, чтобы не пригорели. У вас в тарелке три вида макарон разных, а польза от этого всего какова? Во-первых, они все по вкусу разные, интересно, когда в тарелке у вас много всего такого забавного, а вроде бы это одно и то же, а с другой стороны я открываю свои ящички и обнаруживаю, и вы тоже откройте и посмотрите, наверняка обнаружите остатки скрученных пакетиков таких-таких-таких макарон. И вроде как их ни на что не хватает в индивидуальном порядке. Ну, то есть, пены вот эти вот цельнозерновые, их там было две жменьки. И тех, и тех тоже. Я остатки пособирал макарон и сделал из остатков вот такой гарнир. Такой разношерстный, но довольно интересный. И вам рекомендую делать то же самое. Допустим, несколько видов риса. Они варятся по-разному. Поэтому варите их так, чтобы то время сократилось, это увеличилось и так далее. Но рассчитайте математическим способом. Значит, виды чечевицы тоже можно варить отдельно. Виды всякие, перловка, полба, например, какая-нибудь овсянка, овес, вот этот раздавленный длительной варки. Их можно совместно варить и делать очень классное интересное сочетание гарниров. Ну, то есть это уже на ваше усмотрение. Как только слегка макарошки подогрелись, выключаем и берем тарелку. Светлую тарелочку, красивую. Что может быть вкуснее обычных макарон с маслом сливочным? А итальянцы бы сейчас сказали о, это же паста. Еще бы сказали какой-то соус. А наши бы им возразили какой же это итальянский соус? Это наш обычный традиционный вкусный гуляш с макарошками. Просто супер. Все, гуляш выкладываем рядом. Обязательно не забывайте про подливку, потому что в гуляше подливка это самое вкусное. Ну, конечно же, после мяса. Ой, сейчас представляю. Кто помнит советские времена, сейчас прям слюну, мне кажется, проглотили. Уважаемые дамы, мужьям не показывайте, иначе они вас заставят это готовить. Если вам не влом, то приготовьте это обязательно. Это же просто фантастическое блюдо. Известное каждому человеку старше 35 лет, я думаю. Наверное, примерно так. Чтобы не портить картину, я можно так прям. Попробую. горячо. Вот что у меня есть. Я вчера делал быстрого посола огурцы. Ну, просто нарезанные огурцы, укроп, чеснок и соль. Небольшое количество, да? Получается вот такие вот малосол. У меня в ролике в одном есть прям я рассказываю как это все. Значит, не забываем, что малосольные огурцы вы можете приготовить во время тушения мяса, а потом просто удивитесь, насколько это вот эта огуречно-чесночная масса подходит к гуляшу. Зеленый лучок еще порубить надо для украшения так сказать блюда. И ведь вы прекрасно знаете без меня вкусно невероятно. Можно я... Нет, давайте я лучше с вами попрощаюсь, а потом все ем. Попробовать я уже попробовал. Ну, что может быть вкуснее просто сваренных, хорошо сваренных макарон и прекрасного удивительного с таким савдеповским манером гуляша. Пока, дорогие друзья, буду доедать. макарон макарон макарон